Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Юлии Абрамовой. И сегодня самые актуальные темы мы обсудим с губернатором Курской области Александром Михайловым. Здравствуйте, Александр Николаевич! Здравствуйте! Я напоминаю телезрителям, мы работаем в прямом эфире. Если у вас есть вопросы, вы можете позвонить к нам в студию и задать их. Сделать это можно по телефону 70 35 15 или на официальном сайте нашего телеканала seimanfo.ru. Александр Николаевич, в Курской области планируется создание трех частных индустриальных промышленных парков на базе счет МАШа, Курской резидентной техники и АПЗ-20. Модернизацию инфраструктуры, поиск резидентов – вот это все берут на себя инвесторы. Расскажите, для чего, насколько вообще важны вот такие площадки для региона, для развития региона и какие предусмотрены преференции законодательством для тех предприятий, компаний, которые возьмут в аренду площади в индустриальных парках? Ну, что касается индустриальных парков, да, это одна из составляющих, достаточно, на мой взгляд, таких интересных, что ли, или продуктивных. По привлечению инвестиций, развитию бизнеса, особенно среднего, да и крупного. Что тут имеется в виду? Полезность, она не вызывает сомнений. То есть, для региона это полезно в том плане, что это развитие, скажем, производства, это новые рабочие места, это поступление в бюджет, ну и так далее. Вот, сегодня целый ряд предприятий вот работающих, да, они, ну, есть в разной степени, они сегодня находятся там, скажем, в способности или дееспособности. Кто-то работает неплохо, вот та же Курск резинотехника сегодня. Вот, но часть территории этого предприятия, которая вот была задействована в советское время, ну, она сегодня оказалась просто невостребованной, потому что производство сконцентрировано сегодня в новых модернизированных цехах, есть свободные площади, вот, где, скажем, есть все. Для приходящего туда инвестора или предприятия, которое желает вот прийти, есть все в каком плане. И оборудованная площадка, то есть, не надо искать и решать вопросы там, это не просто сегодня, тоже оформление, знаете, земельных, участков, вот, далее, там есть вся инфраструктура для работы, вот, это и система, скажем, газа, газ и электроэнергия, подведена там вода, потом водоотвод, ну, все, что необходимо для развития производства на данной территории. Вот, это, во-первых, ускоряет намного процесс, во-вторых, облегчает приходящему инвестору, вот, во временном режиме порядок внедрения здесь, ну, и дает возможности, там, сказать, прийти не одному, может быть, смотря ведь от того, какое предприятие приходит, может их несколько прийти. Поэтому преференции здесь, вот, именно в этом состоят. И мы поддерживаем всячески, вот, создание, если этот, ну, как вам сказать, инвестор пришел в индустриальный парк, то он получает, согласно законодательству, там, определенные преференции, они есть прописаны в законах, я не буду их сейчас тут перечислять, но еще раз говорю, во-первых, решается вопрос с инфраструктурой. Это чрезвычайно важно, это очень непросто. Вот у нас сейчас, скажем, постановлением нашим, да, по рекомендации нашего совета по инвестициям и вот нашей структуры, которая этим занимается, в Курском районе, вернее, подготовлена, создана, собственно говоря, уже площадка под индустриальный парк. Она где-то порядка 110 гектаров занимает, но ведь прошел достаточно длительный период времени, пока было оформлено это, потом земельный участок, потом подводилась инфраструктура и так далее. Там сейчас тоже ведется работа по приглашению туда инвесторов, их там где-то 6 заявилось, и они сейчас будут приходить, осваиваться, там, начинать работать. А здесь, в частных вот этих вот так называемых парках, ну, почему мы говорим частные, вот там это будет государственное, в Курском районе, потому что государство взяло все хлопоты абсолютно на себя по созданию этого индустриального парка. Ну, это была земля, так сказать, из невостребованных, которая принадлежала тому муниципалитету, оформлена в государственную собственность. А здесь частные, потому что все компании эти практически, они частные, и та же Курск резинотехника, и счет МАШ, и сегодня вот на базе бывшего, ну, АПЗ-20, вот создана уже площадочка, где индустриальный парк уже практически вот получил свое оформление. Сегодня дорабатываются детали, и уже можно приглашать туда инвесторов, они уже заявляются и будут приходить. В Купе, если посмотреть, то это хороший толчок, импульс для развития, вот, будем говорить, отраслей промышленности, вот, и переработки, ну, и хороший импульс для создания, как я уже сказал, новых производств, рабочих мест, налоговых поступлений в бюджеты и так далее. Созданием благоприятного инвестиционного климата должны заниматься не только власти региональные, но и на местах должны уделять очень большое внимание этой проблеме. Вот, например, Медвинский район, по итогам 2016 года, пока они планируют, что частные инвестиции составят больше миллиарда рублей. Ну, приличный результат, вроде как бы неплохая сумма, да? Все ли районы, во всех ли районах у нас сейчас понимают необходимость такой работы, везде ли хорошо идет взаимодействие с инвесторами, ну и вообще, как вы считаете? Ну, то, что о важности этой работы говорить не приходится, это, как говорят, однозначно тут не подлежит даже комментариям. То есть, инвестиции привлекать надо, вот, давать, ну, как бы сказать, возможность предприятиям осваиваться, развиваться там и так далее. А участие районных властей, то есть, муниципалитетов в данном случае обязательно, потому что вот Медвинский район, это как раз сейчас вот он показал в этом плане, ну, один из таких районов, где добрый пример показан, да? Ну, вот мы недавно проводили там семинар предуборочный, ну, и показали, скажем, базу компании «Русский ячмень», где создано хорошее хранилище, вот, для зерна там и так далее, для переработки его. Поэтому там вложены были инвестиции только этой компании, где-то более 600 миллионов рублей. Ну, поэтому без участия местных властей всегда эти вопросы пробуксовывают. Я даже приведу такой пример, позволю себе. В советское время вот начинал работать, и пришлось мне вот в целом пять лет руководить районом, да, в советское, как я говорю, и в постсоветское время. Но, вы знаете, до этого там работать на вторых ролях, тоже в руководящей структуре района, но тогда, когда государство вообще все концентрировало в своих руках, вы что думаете, тогда был область полком, ну, сегодня вот администрация, там, или обком партии, как тогда называли. Но, да, выделяли средства, там, заботились обо всем и так далее. Но если бы мы, там, местные власти, не решали свои вопросы, то никогда этот район бы импульс для развития не получил. И никакие новые производства, никакие там другие какие-то серьезные вопросы, там бы не получили своего развития. Сегодня, тем более в рыночной-то экономике, есть районы, где не у всех получается это. Вот. И мы стараемся сделать так, чтобы, ну, как-то их понудить с помощью общественных организаций этих районов, законодательных собраний. Ну, есть и другие там рычаги. Потому что районы, которые, или города, которые идут в ногу, как говорят, с областью, конечно, они должны поддерживаться больше и так далее. Да, часто население этих районов иногда там может страдать. Но надо же думать, значит, как говорят, кого избираем, да, и спрашивать потом с них. Ну, а для этого и называется местное самоуправление. А местное самоуправление, значит, население должно быть там более активным, раз оно на местах регулирует это. Ну, есть тут всякие вопросы. Поэтому районов достаточно много сегодня, которые активно сегодня вместе с нами решают эти проблемы. Есть и те, которые отстают. Будем делать все для того, чтобы их тоже понудить, активно участвовать в этой работе. Если говорить о крупных компаниях, то, например, Фару Стандарт Лексредства только в этом году в развитие своего предприятия планируют вложить практически полтора миллиарда рублей. В 2017-м в эксплуатацию они хотят ввести еще один участок. Это новые рабочие места, новые отчисления в бюджет, дополнительные отчисления в бюджет. Вот на ваш взгляд этому предприятию, что помогает занимать лидирующие позиции в стране вот так успешно и хорошо себя чувствовать? Ну, вы знаете, большого секрета здесь нет. Сегодня Фарм Стандарт Лексредства, наше курское предприятие, оно входит в крупную фирму Фарм Стандарт, но в его составе, да, является практически крупнейшим, лучшим предприятием. Ну, и на фоне, в общем-то, своих собратьев, вот по этому профилю, оно смотрится как одно из лучших и в Центральном федеральном округе, и на хорошем счету, и в стране в целом. Что позволяет? Это наша работа, вот, скажем, с головной компанией и с самим предприятием. Они сегодня, ну как, на протяжении уже где-то более десятка лет у нас очень хорошее такое взаимодействие, и сегодня идет вложение средств на модернизацию производства, на подготовку кадров, на решение социальных вопросов, вот, и предприятие поэтому сегодня вошло в число лучших, вот я уже сказал, в своей отрасли. Ну, давайте так, работает на Фарм Стандарт Лексредства сегодня 1700 человек. Вот, зарплата где-то от 35 тысяч и выше. Ну, я думаю, что любой другой коллектив наш может этому просто по-доброму позавидовать. Потом, они производят сегодня более 130 наименований лекарственных препаратов. Вот, более 60 из них – это препараты, которые являются, во-первых, импортозамещающими, и большинство из них входит в число необходимых и жизненно там важных лекарственных препаратов, которые рекомендуются Минздравом Российской Федерации для использования населением. То есть, какую сторону ни возьми, все получается нормально. И сегодня, вот, вкладывая эти средства, Фарм Стандарт Лексредства будет дальше развиваться. Сегодня, вот, мы посмотрели несколько дней назад действительно два объекта, в которые вложены эти средства, вкладываются в средства в этом году. Они дадут хороший импульс для дальнейшего развития предприятия. Ну, и я уже вот в шутку или всерьез, если говорить абсолютно объективно, у нас в Курской области сегодня действует вообще на территории нашего региона порядка 300 предприятий, крупных, средних, вот, и таких, знаете, решающих в своей сфере вопросы даже мелких предприятий, которые вносят свой вклад вот в развитие промышленного потенциала региона. Так вот, Фарм Стандарт Лексредства сейчас вышел на третье место по объемам производства. Ну, давайте так, у нас в Курской области, я имею в виду, первый это Михайловский горнообогатительный комбинат, за ним Курская атомная станция, а потом идет Фарм Стандарт Лексредства. В этом году объем производимой продукции составит примерно 21 миллиард рублей. А когда-то, я же хорошо помню, 2002 год, они производили продукции примерно на 500-600 миллионов рублей, а сейчас 21 миллиард. Разница так чувствуется, наверное. Вот, собственно говоря, секрет успеха, еще раз говорю, в стабильности. И в создании очень хорошей системы работы. И с кадрами, и с самим, как говорят, вот именно, ну, как сказать, технологическим, что ли, процессом. Они постоянно изучают все новое, они внедряют очень много новых, так сказать, элементов. И в оборудовании, и так далее, в оснащении цехов. То есть, идут в ногу. И у них сегодня хорошие перспективы в рыночной экономике. И Курской области, они, в общем-то, делают хороший бренд сегодня. Как говорят, не к примеру, там, некоторых, которые когда-то здесь имели хорошие бренды, но потом приказали в свое время, еще к концу 90-х годов, долго жить. Поэтому сейчас появилось, конечно, где-то более 30 новых предприятий у нас. И мы рады тому, что промышленность развивается. Кстати, два слова скажу об этом, наверное. У нас часто говорят, а Курская область, наверное, аграрная. Наверное, приходится телезрителям, кто нас слушает или смотрит, слышать. А я бы сказал так, помните, в советское время был такой термин – индустриально-аграрная область. Вот, сегодня, если посмотреть в объеме валового регионального продукта, у нас 41% занимает промышленность и 20% – сельское хозяйство. Так что регион наш индустриально-аграрный. Так было в советское время и пользуясь той терминологией. Могу это сказать. С удовлетворением, кстати. Алексей Николаевич, в промышленности предлагаю перейти к социальной теме. В селе Чермашном, в Солнцевском районе, благодаря программе «Чистая вода» были отремонтированы инженерные сети. Вот как изменилась жизнь селян благодаря этому, решила узнать наша съемочная группа. Давайте посмотрим небольшой сюжет. Скважина появилась здесь в 50-х годах прошлого столетия. Местные жители еще помнят, как насос приводился в действие ветряным двигателем. Инженерные сети за полвека пришли в негодность. Татьяна Колесникова вспоминает. Вода из крана текла скупо и далеко не всегда. Огороды не поливались, его нечем было поливать. Но справлялись с хозяйством. Утром, вечером наберем. Когда есть вода. Теперь в селе Чермашное вода есть всегда. Восстановили километр водопровода, отремонтировали скважину, установили колонку и пожарные гидранты. Новая сеть отвечает всем современным требованиям. По сметной стоимости это было 929 тысяч. Но после того, как были проведены торги, аукцион был проведен, значит, на 300 тысяч стоимость объекта упала. Значит, эти 300 тысяч, они будут использованы на тот же объект. Ремонт водопровода удалось сделать в рамках областной программы «Экология и чистая вода». Солнцевский район принимает в ней участие с 2011 года. Всего за пять лет заменили 25 водонапорных башен, 4 километра водопровода, установили 12 электромеханических колонок. Самый большой объем был выполнен в 2015 году. Мы поставили 7 башен. Мы поставили 7 башен и построили полтора километра водопроводных сетей. Мы на 70% сейчас уже заменились объекты. Я думаю, что 2-3 года и полностью Солнцевский район решит проблему с водоснабжением. Вопрос водоснабжения сейчас решается повсеместно. Ежегодно в муниципальных образованиях области возводится более 100 объектов. Почти 2000 построено и отремонтировано за 15 лет. В результате свыше 300 тысяч человек получили чистую питьевую воду. В ближайшее время работа в этом направлении продолжится в Медвенском, Беловском, Большосолдатском районах. Алексей Николаевич, хорошие оптимистичные цифры в сюжете, но, к сожалению, так далеко не везде. Вот у нас поступил вопрос на сайт от нашего телезрителя Виктора Николаевича из Беловского района села Слободка. В прошлом году в нашей деревне перестала идти вода. Сломалась скважина. Обратились в местную администрацию. Нам пообещали, что насос в скважине починят. Вроде даже что-то ремонтировали там. Но воды до сих пор так и нет. Приходится или на родники ходить, или в соседнее село ездить. У нас довольно большая деревня, но живут в основном старики. Им очень тяжело. Помогите. Как-то можно решить этот вопрос? Это можно решить. Я думаю, что, насколько я недавно слушал информацию нашего комитета агропромышленного комплекса, подобного рода вопросы мы сейчас чаще решаем, там разные есть пути. Но в рамках целевой программы, которая реализуется нами вместе с Министерством сельского хозяйства России по их линии, это программа устойчивого развития сельских территорий. Там определяется для каждого региона на предстоящий год какая-то определенная сумма с разбивкой. Где-то на водоснабжение, где-то на благоустройство, где-то на переоснащение или модернизацию медицинских пунктов, на школы и так далее. Поэтому, насколько я знаю, мне докладывали, поэтому у меня даже в памяти этот вопрос есть, на 2017 год там запланирована эта работа. Но у нас люди, конечно, я их понимаю, они вышло из строя что-то, надо мгновенно сделать. Поэтому в 2017 году, отвечаем с вами, они получат воду и будет, ну как бы сказать, оборудована новая скважина, которая будет давать им воду. А вот дальше просто позволю себе тоже заметить, наверное, вы знаете, ну вот искусство сегодня любого местного руководителя, а это в их компетенцию входит. Вот построили мы, да, областью все. А дальше, если это село находится в рамках какого-то сельского муниципалитета, то прежде всего он должен следить за водой, за газом и должен знать, а кто у него обслуживает эти вот отрасли. И оперативно принимать меры. Ведь случиться может всякое. Это каждый гражданин знает даже на примере своей квартиры или своего дома. И самое главное, оперативно принять меры. Вот глава администрации или его сотрудники, они должны четко это знать, кто им должен, кто их обслуживает и кто оперативно может помочь. Ну а в данном случае, вот коль вопрос зашел о строительстве новой скважины, она стоит примерно где-то 6,5 или 7 миллионов рублей. Поэтому в рамках нынешнего года, а это, конечно, вопрос решаться не может, он будет решен в 2017 году. Алексей Николаевич, возвращаясь к программе «Чистая вода», она уже несколько лет действует в Курской области, и сделано за это время наверняка было немало. Но вообще, если говорить о водоснабжении, я думаю, что многие куряне, жители областного центра, еще помнят там те времена, они были не так давно, когда и в Курске по часам, по графику была вода, а утром несколько часов, вечером несколько часов. Ну, когда начинала работать нынешняя администрация, мы с ужасом обнаружили это, что несколько улиц, центральных только, снабжались круглосуточно, а все остальные по полтора-два часа по графику в сутки. Вот за счет чего удалось вот эти все проблемы решить, и как вы считаете, в целом по области, много ли еще населенных пунктов с такими проблемами, с проблемами водоснабжения? А дело в том, что Шумаковский водозабор, нам пришлось реанимировать эту стройку, вот он в свое время, еще в советское время, задумывался для того, чтобы обеспечить город Курск бесперебойно снабжением водой, причем хорошего качества. Но затем в лихие 90-е он был заброшен, стройка эта была заморожена, и город Курск, вот то, о чем вы спросили, действительно вот так вот снабжался. Это, конечно, было вопиющее безобразие, но об этом сейчас почему-то предпочитают не вспоминать. Знаете, тут были лихие у нас кавалеристы, вот, и служители там других родов войск, как говорят, у руля. Они об этом не думали. Так вот, мы реанимировали стройку эту, и получили поддержку после там двух лет энергичных контактов с федеральными структурами, сумели запустить Шумаковский водозабор, и это позволило нам, что сделать, обеспечить город Курск вообще-то бесперебойно снабжением качественной водой. Но мало того, что мы еще ведь на входе в город Курск построили, вот, станцию водоочистки, и сегодня практически город получает чистую воду совершенно по всем санитарным нормам, выверенную, чистую и так далее. Единственное, это требование не выполнялось, но вот сейчас администрация города докладывает, что, в принципе, они завершают эту работу там, где в некоторых кварталах были ржавые трубы, вот, времен, так сказать, тех давних, сорокалетней давности. Ну, вот это уж поручалось администрации города Курска. Во всем остальном городе нам удалось решить за счет строительства и запуска в эксплуатацию Шумаковского водозабора и станции, вот, очистки. Александр Николаевич, продолжая коммунальную тему, я предлагаю поговорить о подготовке к отопительному сезону в Курской области. Ремонт, замена, профилактика уже на 80% завершена, к 25 сентября должно быть все готово окончательно. Один из самых острых вопросов – это долги перед ресурсоснабжающими организациями. В первую очередь, кто должен? Это простые куряне, обычные жители или это юридические лица, компании, предприятия? И как вот идет борьба с неплательщиком? Должны и те, и другие. И, кстати, ну, есть достаточно много регионов, где это является прямой болезнью, но и, к сожалению, Курская область тоже не исключение. Вот, долги сегодня и предприятий там, или фирм, и население перед ресурсоснабжающими организациями превысили уже 2,5 миллиарда рублей. Вот, это уже сумма, которая может стать критической в свое время и может повлечь самые негативные последствия. Поэтому с этим ведется постоянная борьба. Вот, к сожалению, на мой взгляд, либо законодательство у нас такое немножко липовое, вот, я имею в виду беззубое, да и правоохранительные органы, честно говоря, у меня вот такое представление, что не очень хорошо в этом плане помогают и та же прокуратура, и областная, и Курская, и городская, там, и так далее. Почему? Потому что, ну, надо оперативнее и строже спрашивать по закону с тех, кто является неплательщиком. Вот, к этому привлекаются и службы исполнения наказаний, там, и так далее, потому что вплоть до конфискации имущества доходят, потому что из-за кого-то или какого-то персонального человека, да, семьи, или из-за какой-то фирмы может пострадать либо какой-то дом, вот, или квартал, либо какой-то, вообще-то, целый участок большой. Вот, поэтому все должны в соответствии с действующим законодательством, конечно, услуги эти оплачивать. Но работа сейчас эта активизировалась, вот, есть, как бы, подвижки. А из чего складывается, я вот один пример приведу. Ну, вот в сумме в этой 2,5 миллиарда, значит, рублей, где-то более 720 миллионов – это задолженность Курской гортеплосети за теплоснабжение перед ресурсоснабжающими организациями. Сейчас приняты меры и Курским городским собранием, вот, администрации города Курска и нашими областными структурами для того, чтобы эту задолженность погасить. Это сразу снимет достаточно большое число вопросов. Но если нет, тогда придется, вот, и опять в очередной раз просить прокурора области, там, или, значит, прокурора города вмешаться более решительно, а не давать это на откуп. Ну, и население где-то около миллиарда рублей долгов имеет по области сегодня. Львиная доля их в городе Курске, как это ни странно прозвучит. Александр Николаевич, по рейтингу Федерального агентства «Росмолодежь» Курская область сейчас в тройке регионов-лидеров, где самая эффективная молодежная политика. Нам известны только вот эти результаты, сам факт, что мы заняли такие лидирующие позиции. А что за ними стоит, что за ними скрывается? На ваш взгляд, чем эффективна наша молодежная политика, чем хороша, что мы делаем правильно? Ну, здесь у нас достаточно много форм работы. Я вообще считаю, что, вот, знаете, сфера молодежи – это, ну, та часть населения, с которой надо активно работать, давать возможность ей раскрывать как свои творческие способности, так и организаторские способности, и активнее вовлекать ее, так сказать, в трудовую деятельность. Ну, то есть, все вот вкупе. Поэтому у нас по всем этим направлениям, да, созданы сегодня целый ряд интересных проектов. Они работают. Вот у нас молодежь, наука, инновации. Мы гордимся этим проектом. Много наших курских ребят, девчат, я их так называю, они представляют достаточно хорошо отработанные, такие очень полезные проекты. И мы сейчас даже работаем активно с фирмами, предприятиями, чтобы они, в принципе, изучив эти наработки, разработки, ну, могли их даже более активно, что ли, использовать вот в практической своей работе. Вот. Я бы назвал вот проект, значит, молодежный проект «Славянское Содружество». Он уже действует у нас 15 лет. Вот сейчас проходил форум у нас буквально вчера, посвященный 15-летию этого проекта. Но ведь это замечательный проект. Там, как бы сказать, проходят практически, получают практические навыки, адаптацию проходят, лучшие ребята и девчата из числа студенческого актива. Вот. Это будущие наши ученые, управленцы. Вот. Это те, кто потом, может быть, и даже в правоохранительных органах будет работать, может быть, в армейских кругах служить, в смысле в армии, вот, получив навыки хороших организаторов. Ну, и так далее. Трудиться на наших предприятиях промышленных, в агропромышленном комплексе. То есть, во всех сферах социальных и так далее. Вот. Этот проект собирает, он через него уже прошло где-то за вот эти 15 лет более 8 тысяч человек. Это и наши курские студенты. Но что очень важно, эта площадка собирает ребят из других регионов России. И за эти вот 15 лет участниками ее, как показывают данные, были представители студенческой молодежи активной из 75 регионов Российской Федерации. Вот. И из многих стран республик нашего СНГ, бывших республик Советского Союза, и стран даже дальнего зарубежья. А это контакты, это взаимодействие, это опыт и в том числе и международного общения, но общение единомышленников, те, кто сегодня делают одно и то же дело. Ну, можно дальше этот перечень продолжать. И молодежное движение сегодня нашей Курской области высоко оценивается. Вот. Мы сегодня где-то входим в тройку лучших и в Центральном федеральном округе, и в числе лидеров в нашей стране в целом. Это хорошо вот было подчеркнуто сейчас на 15-м форуме молодежи по линии Славянского Содружества. Эксперты, представлявшие самые разные структуры наши федеральные, они сказали, что администрации Курской области удалось добиться того, что молодежное движение сегодня действительно эффективно и дает хороший импульс для развития вот в целом и молодежного движения и закладывает хороший фундамент для дальнейшего развития области на перспективу. Вот. Даже рекомендовали, я думаю, абсолютно правильно, чтобы и федеральные СМИ активно это освещали. Многие, кстати, почему-то не реагируют. Им лучше там показать где-нибудь какие-то события, которые происходят в Ираке или в Украине и так далее, и так далее. А собственный интересный опыт не всегда показывают. Поэтому мы будем работать и дальше со всеми структурами федеральными, кто нас поддерживает. А это сегодня уже более полутора десятков разных структур, в том числе ряд министерств, ведомств. Если перейти от молодежи студенческой к молодежи работающей, вот в Суджанском районе 46 семей получили ключи от новых коттеджей. Пока они находятся у них в аренде, в течение 10 лет они будут выплачивать арендную плату. Это будет примерно треть стоимости дома. После этого дом перейдет в собственность. Построили несколько суджанских компаний для своих работников. А вот если говорить об инфраструктуре, кто будет заниматься этим? Ведь по проекту предусмотрено, что там должен быть детский сад, школа, парки. Кто на себя возьмет вот эту стройку? Я не думаю, что здесь есть какие-то проблемы. Дело в том, что что касается конкретно вот этого проекта, это проект, который начинала компания Акционерное общество «Надежда». Вот 40 коттеджей сданы. Сегодня люди там живут, работающие в этой фирме. Это в селе, на окраине села Большосолдатского, то есть это районный центр. А в суджанском районе тоже рядом, недалеко от производственных объектов фирмы «Надежда», «Агросил» и суджанского ДРСУ сегодня. 46 коттеджей, которые были заселены молодыми семьями, работающими в этих структурных подразделениях. А да, контракты на 10 лет. Вот, есть прекрасные коттеджи, ваши коллеги их видели, вот, двухэтажные, и это пятикомнатный коттедж со всеми удобствами. К нему прилагается еще 15 соток земли. Пожалуйста, занимайся, кто чем желает. Кто-то огородом, кто-то там садоводством, может кто-то будет разводить животных, это уже их проблема, там, то, что дозволяется в этой структуре. Значит, и трехкомнатные коттеджи, в зависимости от состава семей, там, или желания того, кто получает. Ну, и я бы так сказал, что человек, да, он должен, заключив этот контракт, 10 лет отработать в этой фирме. Но это дает хороший залог и фирме, что она обеспечена квалифицированными кадрами. А человек со своей семьей получает хорошую жилую площадь. У них там есть все. Там есть и дорога, там есть и газ, там есть и электроэнергия, соответственно, и с водой все нормально обстоит. Все удобства, ну, получше даже, чем в некоторых кварталах города Курска или там наших районных центров. Вот. Что же касается вот того, о чем был задан вопрос, то, скажем, в той же Бондаревке, это вот как раз село в Суджанском районе, и там предусмотрено строительство средней школы, которая будет строиться вот по программе, которая сейчас утверждена. Вот. Рядом, недалеко от этого коттеджного поселка, ребята, школьники будут учиться там. Сегодня, если там пока этой школы нет, они будут просто школьными автобусами подвозиться там в школы города Суджи и других. Точно так же в Большосолдатке это все обстоит. И везде спланированы объекты культуры, вот, и парковые зоны. Алексей Николаевич, Курскстат регулярно опубликует информацию о средней заработной плате в регионе. Вот последние цифры, которые они опубликовали, это 24,3 тысячи рублей. По их информации по отраслям на первом месте промышленный комплекс, отстают торговля. Вот расскажите, как на уровень заработной платы в небюджетных сферах может влиять региональная власть и может ли как-то регулировать, влиять, договариваться, может быть? Регулируем, влияем, договариваемся, принимаем нормативные акты, которые устанавливают размер заработной платы по отраслям, на которые предприятия этой отрасли должны выйти в течение года. Всем ли им это нравится или нет, но, в принципе, здесь нас поддерживают и наши юристы, и правоохранители, и так далее, потому что, если этого не делать, то, в принципе, можно, знаете, прийти к полному абсурду и завтра вызвать, ну, как вам сказать, огромную социальную напряженность. Поэтому стараемся это регулировать. Подавляющее большинство предприятий, должен сказать, они, в общем-то, работают в унисон с нами. Вот в этом году мы определяли в начале года эти нормативы, в августе даже пришлось подкорректировать в большую сторону. Ну, и сегодня я вот вижу, что опять большинство предприятий, в принципе, с этим справляется. Ну, они просто хотят, как бы сказать, идти в ногу с регионом, они видят, как сегодня работает область, значит, и поэтому каких-то таких сверх проблем не создают, кроме отдельных. Ну, наверное, это будет всегда. С ними ведется работа. Есть комиссия, которая регулярно анализирует ход этой работы и исполнение вот этих нормативных актов по итогам, там, месяца, иногда квартала даже. В смысле, если все идет относительно нормально, тогда и по кварталу. Ну, а задача такая, по итогам года выйти вот на те нормативные показатели, которые определялись нашими постановлениями. Не вижу особых проблем. Единственное, что вот есть там претензии к предприятиям сегодня торговли, они отстают. Ну, я надеюсь, что наши торговые магнаты, особенно вот Грин, Промресурс, они, наверное, там подтянут эту ситуацию. Есть и другие, которые в этой сфере работают. Вот, все-таки у них тоже возможность это работать в унисон с областью тоже есть, на мой взгляд. А что касается вот промышленников, строителей нашего агропромышленного комплекса, ну, к ним серьезных претензий в целом по отраслям нет. Ну, если там кто-то иногда выпадает по разным причинам, если в фирме какое-то, знаете, неблагополучное только положение, вот и все. В принципе, регулировать это в целом удается. Алексей Николаевич, время нашего эфира подошло к концу. Спасибо, что вы пришли в студию, ответили на вопросы. А нашим телезрителям я напоминаю, это был прямой эфир программы «Власть. Открытая политика». Вы можете оставлять свои вопросы для губернатора Курской области на нашем официальном сайте 7info.ru в любое удобное для вас время. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»